Добрый день, друзья! Давайте сегодня рассмотрим травму предательства, которая у нас есть в подсознании, насколько глубоко и насколько сильно она влияет на нашу жизнь. Вот представьте, в этой жизни вы делите недвижимость, а в следующей жизни тот, кто посчитает себя преданным, играет в другую игру, эта игра называется «Я тебе отомщу». Либо военные действия, либо насилие, либо религиозные какие-то обряды, силовые, лишения и так далее. У нас в подсознании этого очень много. И вот эта травма, возникнув один раз, ведет к созданию следующих и следующих негативных, совсем не позитивных кармических историй. И в последнее время очень часто мы встречаем такие заболевания, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Паркинсона, Альцгеймер, инсульты, инфаркты и так далее. Все, что потом имеет обремененное тяжелое последствие. Да и сахарный диабет тот же самый, и онкология та же самая. Очень много. Спектр разнообразный. Про аутизм я уже молчу. Там травма предательства буквально у каждого первого есть в наличии. И когда видишь это, как она разворачивается, в какие сценарии, очень часто хочется взять и весь сценарий выбросить, вычеркнуть. Но душа уже прожила это в прошлой жизни и уже решила играть в такую же игру в этой жизни, но перевернув ее с другой стороны, чтобы человек мог перепрожить, осознать и изъять уроки. И каждый раз, когда мы видим вот эти все моменты, мы не знаем, как с ними поступать. Совсем недавно мы нашли новую техническую базу, которая позволяет человеку с одной стороны осознать, то есть войти в прошлое и в прошлом какие-то вещи переосознать, переосмыслить. Но на самом деле переосмысление сегодня прошлого коренным образом не меняет зачастую сценарий. Не все так просто. То есть уже фильм снят, бюджет выделен, уже все идет в развороте, и как это все быстро переменить. Мы над этим очень сильно, мы на это потратили много времени, сильно думали. Мы вникали в то, как прописывается программное обеспечение в подсознании человека и нашли интересные моменты. Но первый момент, так или иначе, сознание надо изымать, потому что это надо душе, чтобы она не играла в такие дурацкие игры. И вот моменты, как переосознаться быстро, чтобы не играть в игру годами психотерапия, потому что, в принципе, гештальты, психоанализы и так далее, РПТ, все предлагает сидеть и играть, разворачивать, оказывать друг другу услуги годами, годами не выходя из сценария. За это время, конечно, жизнь изменится. И на выходе, можно сказать, ты осознался и жизнь изменилась. Но когда вы потратили на изменения 5 лет, грубо говоря, за 5 лет, так или иначе, жизнь изменится. И мы решили, а как найти инструменты, которые позволят быстро понаходить вот эти травмы, в частности, травмы предательства. Она у нас просто стоит фоном. То есть, когда, например, мать изначально знает, она искренне стремится спасти своего ребенка, искренне стремится ему помочь, но при этом знает, что это рискованно, это экспериментально и так далее. Она идет на эти риски. Она идет как мать. Но на самом деле в ней работает травма предательства, месть, которая убивает душу. Мы, когда вот с этим сталкиваемся, нас просто штормит изнутри, потому что изнутри, видишь, на каком ресурсе идет это то, что мы прикрываем любовью. Этот ресурс не позитивен. Как это затереть у человека быстро, чтобы не надо было годами сидеть на психотерапии. И мы решили, что сделать это можно в два этапа. Первый этап – это этап переосознавания. За короткий промежуток времени применить техники схлопывания энергетического. Есть такая тема, когда из подсознания можно достать историю и ее посхлопывать быстро. и какие-то вещи уже в осознание вывести. То есть душа будет довольна, и она историю эту уже начнет перепрописывать по-другому. А вторую часть работы мы назвали «перезаливка». «Перезаливка» – это глобальный подход, когда сносится вся информация в прошлом, касаемая этой травмы и ее последствий. Потому что на одной травме может сидеть 5, 7, 10 жизней. То есть предал средневековье, а до сегодняшнего дня идет игра «я тебе, ты мне», «я тебе, ты мне» и пошел вот этот вот клубок. Как найти первую точку и сделать перезаливку всего информационного поля, включая эпигенетический период. Перезаливку можно делать только когда мы осознались, когда мы перепрограммировались, когда у нас душа получила свои очки осознания и приняла решение о том, что она готова к изменению прошлого. Вот пока мы нашли такой двойной подход, и мы считаем его эффективным и достаточно экологичным, если совместить обе части. Потому что если первую часть со сознаниями, с хлопываниями не провести, то оно получается рабочая техника, но не очень экологичная для души. Потому что все-таки этот период, она работала, она проживала и так далее. Хотя вот есть случаи, например, когда мы проводили перезаливку, например, когда другого варианта просто нету. То есть даже варианта схлопывания уже нету. То есть это все-таки технически интересные моменты. Мы с вами эти моменты, кому это интересно, именно как людям, которые изучают психотехники, мы будем разбирать и на себе проживать на двух курсах. Один курс называется «Перепрограммирование сценария в текущей жизни». Он начнется сегодня со мной, Андреем Ахримаком и Евгением Волковым. Он будет действительно направлен на закрытие и на изъятие осознаний и на перепрограммирование будущего. То есть мы уже в будущее набрасываем другой сценарий. А курс эпиперезаливка мы анонсировали сегодня, и он пройдет в июне вместо курса эпигенетика. То есть мы дадим другую техническую базу. Мы не хотим играть в игру психотерапии. Мы хотим играть в игру результаты. Мы хотим, чтобы и у вас, и у людей, которые работают с заболеванием, результаты были быстрые, осознанные, не нанося вреда душе. Все экологично, все качественно, чисто и проработано. Если вам интересны эти темы, подключайтесь к нам.